ну что всем привет так ну и смотрите сегодня у меня будет короткая стрижка сегодня у меня будет короткая стрижка и я буду выполнять машинкой сверху ножницами буду выполнять такие техники как машинка свободная рука машинка на расческе в данном случае я выделяю высокую подкову почему потому что достаточно глубокие впадины лобные поэтому я буду выделять высокую подкову но так как моя машинка до сих пор еще поломата поэтому я буду работать с другой машинкой но это не страшно то есть я на открытом ноже 3 миллиметра практически и свободная рука убираю маклея достаточно высоко максимально высоко насколько выходит машинка автоматически сама выходит за ухом работаем по кругу как в одну так и в другую сторону потому что волосы на душами могут расти как в одну так и в другую сторону так и в другую сторону так и в другую сторону остановилась на центре ухо и И далее иду от виска к уху. Просто мой вам совет это делать до центра уха. То есть в одну сторону до центра уха, в другую сторону тоже до центра уха. Потому что если вы уйдете полностью круг сделаете, то есть чаще вы можете себя, не всегда можете себя проконтролировать и уйти зарезать на затылок, на поворот головы. Или наоборот, вы делаете полукруг к виску и также, допустим, ушли на височную зону. И краем ножа вы можете здесь прочертить линию на виске. Ну это просто так вот, сам себя обезопасить называется. Лучше перевздить, чем не так взздить, грубо говоря. Так. Все, я выключаю комментарии и просто будем... Потому что я потом буду выкладывать на ютуб, а на ютубе, возможно, могут быть комментарии читать. А можете нет. А все что угодно можно. Да, я не помню. Хорошо, давайте я оставлю комментарии. Так, следующий мой шаг. Я беру расческу, планку беру. Можно планку, можно широкую расческу, без разницы, в общем-то. И подчесываю, и создаю расческой плоскость, и двигаюсь машинкой вбок. То есть, на височной зоне я создаю плоскость. Следующий мой шаг я иду на поворот головы. И на повороте головы я так же создаю плоскость. Здесь надо себя очень хорошо проконтролировать, потому что у головы есть естественный поворот головы. И очень важно расческой не уйти по форме головы. Потому что, опять же повторюсь, мы создаем квадратную форму. У меня образовался угол на повороте. Я его убираю. Дальше я перехожу на центральную часть ботылка. И на центральную часть ботылка я делаю, тоже создаю плоскость. Здесь точно так же главное расческой уйти не по форме головы, а создать расческой плоскость. Это очень важно. Давайте я все-таки уберу комментарии. А то вам они все мешают. Здесь зубчики смотрят четко, смотрят вверх потолок, который находится над головой вашего клиента. У меня образовался угол. Я вернулась, его подубрала. Дальше я снова ухожу на поворот головы. И на нем создаю очередную плоскость. Далее у меня образовался угол, я его подчищаю. Выхожу в плоскость. Отбираю угол. На виске делаю то же самое. Вот висок, смотрите. На виске есть свой естественный поворот головы. Да, тут же идет закругление. Поэтому не ставьте расческу на это закругление. Иначе будет так вот закругляться стрижка. Сейчас я вам потом покажу, что можно делать для того, чтобы убрать массу на краевой. То есть расческой отчесывайте волосы вперед. Ставите расческу по его естественной диагонали. Также у человека есть своя диагональ. И убирайте маши. И они получаются такая небольшая градуировка. И они потом спокойно ложатся в обратную сторону. На противоположном виске вы делаете то же самое. Здесь вы отчесываете вперед. Ставите расческу по его естественной переводной диагонали. И подчесываете. Ой, сейчас прикрываете. Дальше мне надо убрать вот этот переход, который образовался. Я беру уже более тонкую расческу. И способом подчищения убираю первый вход. Ну, так как эти две расчески, они из одной фирмы, поэтому очень удобно. То есть, одна чуть пошире, а потом вторую берете, не напрягаясь совершенно, делается переход. Получается такая плоскость. Получается такая плоскость. Получается такая плоскость. То есть, основной срез вы делаете, я предлагаю вам делать способом в сторону движения машинки. А уже подчищение можно делать способом снизу вверх. То есть, когда вы срезаете основную массу, почему двигаться лучше сбоку? Потому что волосы ложатся на расческу, и зубчики у расчески срабатывают как забор такой, стопок. Но если вы будете основную массу срезать способом снизу вверх, то волосы чаще подскакивают, и у вас получаются потом ступеньки здесь, которые вам надо будет подчищать. А подчищение вы просто соединяете же в этот момент с женой, и плюс ко всему убираете лишние волосы, которые остались стучат при среде основной массы. То есть, в принципе, это такой способ, чтобы не применять насадки. На блондинок стоит. Старайтесь сильно не удалять кожу, прямо в нижней зоне особенно, потому что, ну не убирайте это совсем там шейлером, не блейте, потому что на блондине и так, и так волосы светлые, и так кажется, как будто голова голая. Когда вы на том пересческой делаете движение в сторону, то мой вам совет проконтролирует себя так, чтобы нижний край ножа был чуть выше обушка. Иначе, если он будет ниже, то чаще вы проведете линию. Которые вам также потом придется разбивать. Я сейчас вот эти моменты немножко оставлю, а потом это буду подчищать пилировочной бритвой. Продолжение следует... Продолжение следует... Как-нибудь так. Следующий мой шаг. Я буду стричь верхнюю зону. Когда вы стрижете зону, они у вас должны быть либо одинаково, либо проверяете волосы, они у вас должны быть одинаково, либо одинаково сухие, либо одинаково мокрые. Модель. Еще какой? Так же делаю пробор за ухом. За каждым ухом я его еще индивидуально. То есть, этот пробор за ухом разделяет переднюю часть стрижки от задней части стрижки. И центральный пробор, который разделит нам голову направо и налево. То есть, неважно, как он будет носить, на пробор, не на пробор, мне все равно. Самое главное, что я делю ее пополам и прострегать буду тоже одинаково. Как правую сторону, так и левую. И в данном случае... А давайте я не ножницы не простребу. Бритвой. Давайте бритвой. Сейчас я за ней схожу. Для рождественной бритвой. ну вот смотрите здесь можно разными способами это сделать можно это сделать горизонтальными проборами с направлением к лицу прострегать можно это простричь вертикальными проборами как мы это будем делать давайте вертикальными пробором так каждая прядь на своем месте я вижу контрольную ранее подстриженную с нижней зоны чуть приоткрывая угол и оттяжка перпендикулярно плоскости головы пальцы параллельно этой плоскости но я чуть приоткрываю угол для того чтобы чуть сохранить длину центральной части зоне центральной части головы этот способ называется чистка картошки далее я перехожу на зону затылка и продолжаю тоже движение и просто соединяю ранее подстриженную с височной зоны с теменной и ранее подстриженную с нижней зоны и радиальными проборами постригаем я дошла до центральной части головы точки и теперь мне надо же направление от лица сделать и я теперь стою сзади с другой стороны и тем же самым способом от лица радиальными проборами расстригаем зону затылка и иду к лицу и теперь я двигаюсь к лицу бритва очень хорошо очень быстро получается и здесь нет четкого среза сразу текстура получается и теперь центральную часть мне тоже надо немного подстричь то есть я делаю такой у меня образовался угол и я его соединяю у меня контрольные ранее подстриженные по бокам также каждая прядь на своем месте на повороте головы естественный поворот головы просто оттяжка вверх зону челки также делаю коротко очень коротко очень коротко Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы доделать переходы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы не закруглить и не нарушить форму... Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого у меня есть более тонкая расческа... Потому что у Матвея здесь вмятина... Мне в этой вмятине надо разбить тени... И... Вы можете попробовать... Также это сделать с филировочной бритвой... А не чесать ему затылки... Насадками... До раздражения... Очень хорошо... Очень удобно это делать мягкой расческой... Она как раз заходит в эти ямки... В эти пуклости... Выпуклости... И бритвы очень хорошо подчистить... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До прямо... До dumpster... Дома где его торчащая макушка... Поэтому в принципе можно это сделать... Прямо заходя на макушку... Только повторю... Повторюсь то, что... Помните... что расческу надо ставить, ориентируясь на плоскость головы тогда, чтобы не закруглить. У меня остается также та же квадратная форма, только мягкий квадрат и не закругляется. Голова, форма не закругляется. По какому принципу я выбираю частые зубчики или редкие зубчики, сейчас частые, когда я вижу, что мне надо помощнее убрать, почистить, то есть побольше масса, мощно прям, то, соответственно, я выбираю частые. А когда мне надо так мягко растушевать, то я выбираю редкие зубчики. Очень важно в бритве иметь вес в ее режущей части. То есть ручка должна быть легкая, а режущая часть бритвы должна быть больше веса. Она за счет своего веса сама будет делать срез. Я ее легко, достаточно держу руками, делаю легкое-легкое движение, но при этом за счет своего веса она как раз таки делает срез. То есть у меня как будто бы такое легкое-легкое перышко в руках. Но для того, чтобы это делать, надо тогда ее ближе к концу держать. Тушевку, это мой вам совет, делать на сухие волосы. Потому что вы видите, потому что волосы сухие, это уже конечный результат, да. Ваш клиент будет с сухими волосами ходить по улице. И получается, что вы лишнего не урежете. Потому что на поглажном волосам вы можете лишнего умахнуть. У кого такое ручит? У тебя? Ты победила у него? Да нет. Я сам предпочитаю. То есть видите, я иду на поворот головы, но при этом расческу ставлю параллельно этой плоскости. Так, это что у нас? Яма, да? Вот в этой яме я сейчас опять возьму тонкую расческу и буду в ней работать. Пишутниканье, пожалуйста. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Также на поворот головы, но при этом расческу ставлю... Да, параллельно плоскости головы, в которой я работаю, чтобы сохранить эту плоскость, не изменить форму. Продолжение следует... Обожаю работать бритвой. Вообще вкуснейший инструмент. Кто-то скажет, а почему бы, было бы, может быть, проще взять филировочные ножницы. Я вам хочу сказать, что совершенно по-другому потом волосы отрастают после филировочных ножниц. Я стараюсь ими не работать. Это, может быть, совсем на малышах, на детишках, которым надо быстренько-быстренько постричь. Которые сидят, крутятся, вертятся, плачут. А так... А так... Я ими не работаю. Потому что... Смотрите, ну, в этом случае, на мужских стрижках точно не работаю. Смотрите, как получается. Это получается у филировочных ножниц срез получается примерно вот такой. Одни длиннее, другие чуть короче. Даже если вы по концам работаете, все равно одни длиннее, другие чуть короче. И где-то недель через полторы, через две, получается, что... Которые были длиннее, они стали еще длиннее. И спокойно лежат. Лежат. Хорошо лежат. А те, которые были короче, они начинают подрастать и начинают торчать. И все получается так, что все начинает пушиться. А с бритвой нет, они мягко-мягко отрастают. Особенно это помощник тем, кто имеет торчащие виски. Чаще мужчины с такими висками просят покороче здесь сделать. И получается очень голо. А то они говорят, где-то недель, через недельку, говорит, у нас получается, что очень торчат виски. Ну, так и есть, они торчать будут. Так вот, бритва, если вы будете таким клиентом делать тушевку бритвой, то после бритвы они отрастают очень-очень мягко. То есть вы убирайте этот момент торчания волос. Так, так, так. Так, так. Твой. Вот это, по-моему, надо, да? Попробуем тут еще чуть-чуть. И так же работайте с зеркалом. Кто не умеет работать с зеркалом, блин. Зеркало тоже ваш помощник. Зеркало вообще не для клиента, по-хорошему. Вообще не для клиента. Зеркало сделано для нас, для мастеров. Чтобы мы стрижку проверяли, смотрели. Право, лево. Мы же, когда работаем с клиентом, мы работаем вот так на них смотрим. И получается у нас угол обзора совершенно другой. Почему, когда с мужчинами вы стрижете, либо отходите, смотрите, присаживайтесь, либо крутите в зеркало, смотрите. У вас меняется угол обзора, и вы видите все теми, которые вы сделали, или которые надо сделать. Убрать, я имею в виду. Потому что, если вы не работаете с зеркалом, и не отходите, не проверяете стрижку на расстоянии, вот так, да, то, когда ваш клиент встает, у вас получается такой, выглядело. Он никогда встает. Как раз на уровне ваших глаз получается. У меня порой клиент ржет надо мной, когда я делаю вот так вот. Присаживаюсь. Да, вот, вот, вот. Вот, вот, вот присаживаюсь, начинаю смотреть. У меня тут не очень большое место, поэтому мне иногда проще присесть, чем крутить. Кручу, верчу, запутать хочу. Так, и челку. Конечно, мы сделаем максимально короткую челку. Обожаю эти челки короткие. Да и не только я их люблю, они очень удобны нашим мужчинам. Мужчинам становится... Главное, ее сделать правильно. И когда мужчине говоришь, я ему уберу челку, он говорит, нет, уберу, это не значит под корень свежу, а сделаю ее определенным способом, и она будет, но она будет аккуратная, не в виде соплей и гравелек, а плотненькая, особенно в таких случаях, когда глубокие лобные впадины. Смотрите, убираем верхние волосы, оставляем где-то, ну, полсантиметра от корней, да, верхние убираем, полсантиметра где-то оставляем, и почти под корень, но не под корень. Убираем нижние волосы, с тем же способом, как вы работаете над ухом. И так идем дальше. Так же. Почти под корень, но не под корень. Ну, тоже где-то, может, сантиметр, полтора, ой, сантиметр, или полсантиметра оставляйте нижнюю длину на краевой. С этой стороны делаем то же самое. Ой, извини, пожалуйста, нормально. Так, вот так доводит лучше, наверное, видно. Попокругу тебя покрощу. Пушок убираем, только пушок. Не надо на полу лба выстригать. Волосы на лбу. Попорой выстригает, чуть ли не дает поворотом. Потом верхний отчесывай, и верхний тем же способом под низний убираем. верхний отчесывайся. Верхний отец. Это можно делать на расческе. Можно на весу. Насколько вы уверены просто, не знаю, так у вас и будет. Так, вот это мне надо еще вот это подчистить. Сейчас. поширюю. поширюю. Вот это подчистить. угол. Угу. И что? И... угол начелки. горизонтальным проборами образовался такой угол то его чуть-чуть надо убрать то есть чтобы через недели полторы челка не выглядела как козырек от фуражки она получается такая чуть-чуть градуированная и при отрастании она будет вернее отрастать она будет очень мягкая не будет вот такой торчащей челки три шкафа мадре готова его что-то упало ну и что конечно я перестали это блондин как вы видите на блондинах идеальнее будут смотреться матовые стайлинги стайлинги с глянцем будут идеальнее смотреться на темно-волосых я взяла да я вам не сказала что я взяла я взяла мат клей это матовая глина она на водной основе очень классно распределяется не надо ее не плавить ничего она и в ладонях очень хорошо распределяется и по волосам в течение дня хорошо держит эту кладку и смывается также отлично потому что она на водной основе и вот такой чувак у меня получился на расчет короткой такой челки получается он сможет и вперед носить аккуратно и приподнимая здесь также получилась плоскость без фланатизма мерси да всем спасибо конечно я выложу это на ю тубе обязательно пока